Ребята, всем большой привет! Меня зовут Наталина. Добро пожаловать в мой очередной влог. Я на самом деле снимаю вот это начало влога спустя, не знаю, две с половиной, наверное, недели после того, как я начала снимать его начало. Здесь, в этом влоге, будет о том, как я ходила на шопинг новогодний, предновогодний, и выбирала всякое разное, как я ёлочку наряжала. О, господи, микрофон просто. Вот. Тоже, знаете, хочу сделать небольшой триггер-ворнинг для тех, кто будет дальше смотреть. Ну, те, кто подписан на мой телеграм, на мой инстаграм, знают, что у нас не стало найса. У нас теперь один собакин, Норд, и у меня нет вообще никаких моральных сил здесь словами всё-всё-всё рассказывать. Если вам интересна более подробная история, то зайдите в мой телеграм, там это один из последних огромных постов. Там я в целом всё рассказываю. Если вкратце, то это неоперабельный рак поджелудочной железы и кишечника, который не видно было по анализам крови, не видно было по УЗИ, потому что такое место. Но для меня это шок, только КТ это выявило, и, ну, сильное внутреннее кровотечение из-за опухоли. Сегодня, наверное, четвёртый день, и в этом видео не будет каких-то показов, как мы там по больницам, ещё что-то ездили. А здесь в этом видео будут ещё кадры, где мы там с Найсиком были, где, ну, то есть, прям вот всё случилось достаточно быстро, буквально за несколько дней. Ну, то есть, он начал болеть ещё в октябре, но это всё как бы было, он был бодрый, здоровый. Опухоли такого плана растут годами. У человека в среднем такая опухоль за 7 лет вырастает, у собак, ну, где-то, наверное, года 2 назад. Это всё началось, и, повторюсь, никакие анализы, никакие исследования, которые мы проводили раз в полгода. Только БКТ и МРТ могут это выявить, но, соответственно, они проводятся у животных под седацией, под наркозом, что для взрослых собак тоже, мягко говоря, не полезно. Ну, в общем, да. Я говорю об этом в видео и рассказываю об этом видео просто потому, что я поделилась этим в Телеграме, в Инстаграме, и, естественно, моя основная аудитория здесь, на Ютьюбе. И вы тоже большая часть моей жизни и за Найсиком, и за Норном, и за мной вы годами наблюдали, могли их знать. И, ну, это просто честно, да, показать и рассказать. Я после этого видео, дальше я буду снимать просто уже какие-то обычные видео. Сегодня вот я с косметикой Шик снимала макияж, потому что мне надо заниматься какими-то делами, которые меня возвращают в мою нормальную обычную жизнь. Вот. И, да, поэтому вот я сказала, рассказала, посмотрим этот влог. И дальше просто, ну, живём. Повторюсь, подробные истории есть в Телеграме, потому что словами пересказывать это, ну, я просто уже не смогу. Я, на самом деле, благодарна, что благодаря блогу у меня есть только фото-видео с Абанями и с Нордом, и с Найсом, потому что, ну, я их и для себя, конечно, миллионы фотографий делала. Ну, и то, что я снимала влоги, то, что я снимала видео про них, это очень ценно. Я думаю, что эта память остаётся навсегда со мной, что столько людей носят мерч с изображениями Нордика и Найсика. В общем, слов здесь вообще не подобрать. И я и в конце видео буду об этом говорить, но спасибо огромное тем людям, которые меня тоже поддерживали как лично, так и там публично. И с кем мы там переписывались в Инстаграме и в Телеграме, рассказывая друг другу свои истории, обмениваясь там фотографиями наших там питомцев. Просто большое человеческое спасибо. И в этом видео не планируется никакой драмы, ничего такого. Поэтому просто можете посмотреть, как я собирала свои новогодние украшения, украшала ёлочку и всё такое. Всем большой привет, добро пожаловать в влог. Сегодня мы с вами идём на новогодний шопинг. Мы с вами идём в магазин Робна Куча Панда. И это, по идее, такие типа китайские магазинчики. Я узнала адрес в чатах самого большого магазина и решила пока приехать сюда. Какая же осень красивая. Вообще, когда сухо и нет дождя, мне очень даже нравится осень. Всякий такой декор есть. Но цена в среднем где-то около тысячи. Я не знаю, что это за персонажи вот эти в шапках. Ну, олени и снеговики, понятно. Но у меня уже мышки две есть. Дед, он, знаете, как Дед Мраз называется на сербском. Здесь есть и одежда. Короче, здесь есть вообще всё, что хочешь. О, для этого, знаете, в ТикТоке сейчас тренд, типа Славик Гёлл, надо взять. Ёлки. Мы ищем с вами украшения для дома. Здесь, знаете, просто атмосферка, такая развеска, что кажется, что, ну, такое типа бомжатское. Но на самом деле, если так вот отдельно какие-то изделия брать, очень даже, может быть, и ничего. Ну, прям надо поковыряться. Ну, домашнее, уверена, что-то можно найти нормальное. Сейчас посмотрим, где украшения, непонятно. Пойдём на другие этажи. Так, если в красно-золотом делать очень даже много всего, я бы, конечно, хотела, наверное, в белой цветовой гамме. О, вот эти, смотрите, интересные штуки. Ну, и кто-то, куда-то на двери или на лестничные пролёты можно. Так, ну, вот сто динаров. Вообще, не убого напоминает динар. Примерно один к одному к рублю, но поменьше. Так, всякие гирлянды. О, вот сколько цены, сколько метров, непонятно. Вот 2,50. Ну, так, конечно, нарисовано. А метров сколько? Наверное, много. Эти большие такие фонарики. Скотеть. О, всё. Я, короче, в тик-токе увидела классное украшение. Мне очень понравилось. А, я хочу сделать такой, знаете, спиралькой. Ну, я, короче, вставлю фотографии. То есть мне непонятно, как мне до машины дотащить. Тут хоть недалеко удалось припарковаться на подземном паркинге. А сначала давайте всё посмотрим. Так, ну тут нам не надо с вами, наверное, посуду всякую. Вот такие вот хрени, ёлка. Может быть, и нужно будет. Сколько стоит? А, это светящееся что-то. Так, шары. Сто пятьдесят. Триста восемьдесят за пять штук. Этот цвет, кстати, тоже нравится. Ну, если я буду делать то, как я придумала, то мне нужно, ну, в одной цветовой гамме. Либо, знаете, белый плюс серебро. Вот белых больших шаров не вижу. Или прям гигантских шаров что-то я не вижу. Вот эти, кстати, симпатичные. Тут и целый набор. Чу! Так. Четыреста восемьдесят. Хотелось бы, знаете, такие гигантские какие-то шары. Белые вот такие, видимо, придется выбирать между, ну, белый плюс серебряный. Точнее делать, где белый просто акцентом будет. Вот, еще посмотрим. Может, еще что увидим. Потому что я видела магазины, где прям огромные шары есть. Ну, несколько их можно, наверное, купить. Но цены, конечно, такие. Вот это что-то такое. Так. Всякие стикеры на окно. Ну, такие, кстати, какие-то штучки неплохие. Так. А здесь сколько один шар стоит? Пятьсот. Всякие светящиеся штучки. Электронные свечи. Вот это, кстати, выглядит достаточно прилично. Но это не окно светится, да, как-то подсвечивается за счет батарейки. Очень даже, кстати, вот олень. Ёлка. Хочется, знаете, прям огромные такие шары. Ну, короче, базовые можно здесь взять. Точно. И вот всяких таких вот розочек взять на заполнение промежутков. Так, здесь, типа, сосна. Вот это, кстати, симпатичная. Два десять семь семьсот. А, ну, это вот она, наверное, два десять. Ну, судя по моему росту. А, ну, она такая немножко лысенькая. Но за счет того, что распушенная. О, господи, вот эта грустняшка вообще. Два сорок четыре восемьсот. Так, что тут у нас? Так, весельки. Чемоданы. Думаю, я сейчас несколько заходов закуплюсь. Ну, типа, куплю Ёлку, донесу. Смотри, игрушку, там, кордовую донесу. Очень удобно, что нет тележек. Смотрите, здесь, господи, что это за этаж. Всяких искусственных растений. Всяких штучек таких домашних. О, вот это, кстати, отличная идея. Потому что я цветы здесь все-таки хочу какие-то купить. Господи, я, знаете, вижу что-то блестящее. Иду туда. Ой, вот это, кстати, красиво. Мне кажется. Мне нужна, знаете, еще давилка для пюре. Вот она. Я, вообще, хотела такую, которую вот так вот вы нажимаете. Я не знаю, мне, кстати, в России у нас тоже таким особо не пользуются. В основном вот такими пользуются, что ты давишь пюре. А есть, которые, ну, как бы, открываешь, как чеснокодавка, только для картошки большая такая. Так, и половник мне еще надо. Ну, ребята, я выбрала вот эту елку. Но 2,10. Вот это метр восемьдесят. Я беру 2,10. Смотрела еще на вот эту. Но. Она, наверное, краску принесут елку. Но она слишком белая. То есть, если бы она была такая, знаете, чуть-чуть хотя бы бело-зеленая. Но она прям вообще белая. Плюс это оставляет надежде. Вот это все. Поэтому выбрала вот такую ель. По цвету, блин, еще надо, не знаю, елку куплю сейчас. И надо подумать. Ну, наверное, серебряный патернамент. И принятие решений. Елка в собранном виде. Вот такой вот машины. Мне ее надо дотащить. Вот где есть синяя написана. А, и на третий этаж. Я думаю, я ее оставлю там, где оплачивать за паркинг. По поводу украшений. Я хочу ее собрать. Собрать мысли воедино. Потому что я уже начала думать. Короче, все уже. Отлетела у пухарь. Что, может быть, сделать и красные украшения. Потому что, ну, их просто максимум, во-первых, возможно. Вот. И, ну, красные с зеленым. Красивое сочетание елки. Мне нравятся красные. И знаете, что можно сделать? Ну, то есть у меня такая достаточно нейтральная гостиная. С серым, белым. Чуть-чуть зеленым. Вот. И, соответственно, я могу просто туда добавить пару зелено-красных украшений. Типа Новый год. Красную елку. Что думаем? Что думаем? Я думаю, что это просто самый простой вариант. Короче, я сейчас сейчас потащу. Как можно припарковаться на уровне, на который не идет, блядь, лифт? Фух, ну ладно, все не так плохо. Вот там второй, здесь четвертый уровень лифта, на третьем нету лифта. Ну, в целом, логично, потому что здесь очень маленькие пролеты, что хорошо. В общем, я загуглила, что елка стоила 22 тысячи динар. Это 18 тысяч рублей 400. То есть 180 долларов. То есть один динар – это 85 копеек. И знаете, что абсолютно прекрасно? Что вот этот магазин находился прямо в центре. И мне до дома 8 минут без пробок. Просто какие они. Молодцы. Опа, я не туда поеду. Ну ладно, прокатимся по круговому движению. Да, это, конечно, замечательно, что вот этот район, в котором мы живем. Да, извините, это Дедушкин холм, кстати. Вот, там раньше были виноградники. И что? Кстати, прикольно был куточный магазин. Я хотела туда заехать, набрать всяких, ну, типа там, хлопок, колоски. Потому что у них они стояла, экспозиция такая на улице. Вот. И я один раз притормозила возле него, но он уже закрылся. А сейчас он вообще закрылся, походу, потому что ничего перед ним не стоит. И я видела, вчера проезжала, что была открыта дверь, и там кого-то ремонт, и они съезжают. Ну ладно, буду еще где-то еще поищу. Ну, немало где можно быть, просто везде надо ездить, все смотреть. Короче, теперь выбор между двумя елками. Ну, как, белую. Я бы, наверное, хотела все-таки белые украшения. Мне нравятся два основных дизайна, которые я увидела в ТикТоке. Красный и белый. И красный он спиралью. Ну, как бы и то, и то можно сделать спиралью. Либо можно сделать волной по фронтальной части елки. И, конечно, спиралью это прям очень так, ну, прям сложновато. Потому что там еще прикольно. Выглядит, конечно, очень красиво вот спиралью, когда украшено. Потому что там, получается, по размерам от самых больших шаров идет к самым маленьким. Но здесь что-то с большими шарами есть проблема. Я не уверена, что спиралью, если выкладывать плюс-минус одинаковым размером, что это будет красиво. Поэтому, наверное, все-таки остановлюсь на волне. Но сделаю ее просто в красном цвете. Ну, мне, конечно, хотелось бы в белом. Но здесь вопрос, найду ли я прям, ну, побольше шары. Мне нужны несколько прям гигантских. Я видела в одном магазине, по-моему, там были достаточно большие. Ну, они, конечно, каждый по полторы, там, тысячи. Да. Но у меня прям есть какое-то новогоднее настроение, какое-то желание новогоднего чуда. Поэтому посмотрим, короче. Ну что, собрала я елку. У нас тут просто красный кальян. Вот. У меня здесь еще из красивого... Ну, вот это вообще не доделано. То есть расставила я песочек. Картинку я купила в Икеа. Остальное все надо еще чем-то заполнять. Обсовольственными книгами заполнила. Ну, просто книги ради пока украшения покупать. Ну, такое себе. А я в Турции оставила... Я в Турции оставила достаточно много книг. Может быть, ну, как-нибудь так случится, что я их заберу на столе здесь. Не смотрите, здесь пипец. Здесь у меня вот такой ансамбль. Это я по акции купила в супермаркете Lidl. Ну, у нас, поскольку мы сейчас собаки в капельнице, всякое такое делаем. Всякие медикаменты. Короче, дорожку вот такую вот я купила. Это моя вышивка. Ну, тут просто еще не до конца все разобрано. И вот здесь вот этот комод, который ни к силу немножко не гордо, но пусть уж будет. А здесь у меня вот так вот. Здесь дорожка такая же, как на столе, только здесь, видите, с серебром. Вот это я покупала в Сенсай. Это я в Lidl купила этот отводный календарь с шоколадками. А это дети у Даши Зоухоледы, в которой оставались парни на передержке в Москве. Они нам давно еще перед нашим отъездом подарили рисунок. И мы его с собой возим. Вот. Да, Настя, дочь мой шлетки. Короче, вот елка, ну, понятно, она еще не наряжена, но она, видите, уже такая немножко, ну, не пустая, да, с этими красными штучками с елками. Поэтому я думаю, что у нас красный кальян, во-первых, который, ну, не постоянно здесь стоит, но мы когда его курим, когда кино садимся смотреть. Вот. Я думаю, что мне для того, чтобы инкорпорировать красный, на самом деле, в этой зоне будет это несложно. Я могу купить всего две, мне кажется, такие типа ля-рождественские наволочки. И там две подушки, например, переодеть, да. И, ну, здесь у нас гирлянда. Вы знаете, вот эти вот штуки я покупала в Икеа. Мне это очень нравится, как выглядит. Блин, они вот не ловятся. Они на самом деле не такого белого цвета, они тоже теплого оттенка. Очень прикольные. То есть это просто вы ставите до батарейки, включаете, они шесть часов проводят, выключаются, и потом в то же самое время включаются. Очень-очень круто. Блин, смотрите, как красиво расфокусировались эти гирлянды. Вот, гирлянды прям теплые. Эти тоже такие и теплые. Там, знаете, вот ряд таких более теплых. Не знаю, почему на камере они смотрятся прям супер белыми. Это не так. Я думаю, что... Ну, в целом, елка, на самом деле, выглядит намного лучше, как я начала собирать. Она состоит из трех частей, и как бы там такие вот эти ветки отбрасывают. То есть видите, вы их вот так. Вот. Она сначала выглядела очень лысой, но ее надо максимально распушить. То есть вот прям каждую ветку здесь. При том, что еще... Знаете, это в целом, ну, необычно. Так что здесь что-то текстуры вот такой, типа как сосна. Елочная текстура. И вот такая вот всратая текстура, которая обычно на самых дешевых елках. Но все вместе получается в итоге хорошо. Ну, и здесь, ну, как бы, как мне кажется, мне вот эти вот нравятся, которые прям с блестком. Пришлось все прям активно пылесосить. Потому что в блестках вообще было все, вся моя жизнь. Вот. Ну, и как бы елку искусственно надо вот так вот максимально распушить. Сейчас оно еще постоит. Потому что сначала были прям дыры. Но сейчас вроде как-то, ну, мне кажется, норм смотрится. А вот ту штуку тоже надо закрыть. Я увидела, что надо просто каким-то, типа, пледом вот так вот заматывать. Я подумала, что с этим сделать. Вот. Но когда я определюсь с цветом. А потом, значит, мне надо купить просто прямую гирлянду. И тоже, знаете, классно мне понравилось. Я просто никогда, ну, не задумывалась особо о таких вещах. Просто украшала, знала, как украшалась. Вот. Что ее удобнее гирлянду. Ну, которая не вот такая, а висячая, да. Я, кстати, вот это, ну, оно немного тоже всрато висит. Вот такими вот. Я хотела ровно, но ровно пришлось бы клеить. А у меня, видите, просто оно за вот эти штуки зацеплено. И типа все на этом. И на всех окнах, на основных больших трех окнах на доме. И это, ну, в жизни на самом деле красиво выглядит. Ну, мне, по крайней мере, нравится. Вот. Короче, вешать не вот так вот как-то обматывать, да. А вешать просто вот так вот. Ну, типа ведешь такими зигзагами вертикально. И убирать вглубь много гирлянд. То есть я, наверное, две по 25 метров куплю. То есть убираем не просто по внешке, да. А вот туда вот заходим. То есть ведем вот так вот туда запрятали, туда запрятали. У меня прям есть желание симпатичную какую-то елку сделать. А я видела в американском стиле елки. Они их украшают прям по тематике. Я просто, знаете, вижу какие-то дырочки, когда я отхожу подальше. Особенно с камерой. Вот. И у них не так, как вот в европейской традиции. В европейской традиции обычно мы вот так вот просто расставляем, да. Какие-то шарики, какие-то украшения. Что-то такое. А у них елка, она прям забита декором. То есть там вообще нету свободного места. И, ну, не знаю пока. Я хочу... Ну, мне пока очень нравится со спиралькой вот эта идея. Но я уже видела дизайны, когда делают спиральку и примерно одного размера шары. То есть где-то там есть супер большие вот эти вот. Но в целом, даже когда оно в одном плюс-минус размере спиралькой идет вот так вот, очень-очень красиво выглядит. Мне безумно нравится. Поэтому я думаю, что, может быть, я что-то такое сделала. Я видела еще когда спиралькой шары. И потом все оставшееся место еще какими-то бантами, цветами забивают. Но я думаю, что на спиральке ограничено. То есть фонарики все внутри. И спиралькой эти шары. Ну, то есть снаружи. Вот так вот сейчас. Блин, вот почему так выглядит странно? Тут белая стена, там шторы, там, пойди, тоже белая стена. Тут у меня, смотрите, мыши. Виног, блин, виног вообще повис с помойки, собака. И я такая... Вау, красота. Так, вот эти, кстати, по 90, слушайте, здесь совсем прям такие хорошие. Смотрите, семена, подпорки. Я все еще проволоку. Если что, я еще ее не нашла. О, кстати, может быть, я себе сухие штучки такие куплю. Я на втором этаже там вазу купила, поставила. Ну, просто в углу, чтобы угол пустой сильно не был. Так. Ну, знаете, туда хочется что-то не новогоднее, а такое просто, типа, чтобы постоянно стоял. Всякие растения. А, смотрите, есть ананас. Прям с плодом. Так. Ну, вот здесь, видите, в основном все по 300. Давайте посмотрим деревца. Юг 1000. Ну, еще горшок. Так, а что-то посерьезнее. Сколько? 10 тысяч. Мне очень понятно, как только вот это вести. На боку как-то укладывать. Вот это, по-моему, банан. Ну, типа, платан. 1600, кстати, стоит. Вот такой большой. Тоже около 10 стоит. Ну, тут видите, какой горшок нужен. Так. Замиокулькасы. Ну, наверное, ну, вот маленький 800. Наверное, где-то полторы. А, не, ну, вот 1700. Ого, тут смотрите, какое. Прям дерево. А вот большие замиокулькасы. Вот, какие красивые всякие штуки. Кажут красиво. Вот куда надо было ехать с украшениями. Так, давайте посмотрим. Вот с этими... А, кстати, это электронная. У меня, кстати, мы гирлянда, и до меня только зашло. Что они на таймере? Что они с таймером работают? А, ты их включаешь, они 8 часов светят. 8 не светят. Потом 2 часа, по-моему, светят. 6 не светят. И потом опять 8. И сейчас 24 часа получилось в итоге. Так. Живые букеты. Ого. Вот это тут красиво. Вот эти, кстати, они цветут около месяца. Поэтому его классно покупать прямо в бутоне. Он у вас раскрывается. И все. Ой, какие классные новогодние композиции всякие. 1400 и 900 с мышкой. О, похоже, моим мечтам о белых украшениях суждено все-таки сбыться. Хотя я их уже купила все в серебре. Ну, чуть белого из серебра. А вот, пожалуйста, огромные шары. То, что надо. Вот так надо взять корзинку. Так, ребята, кто в Белграде? Короче, магазин Гарден. Ильбаш-то можно написать. Сколько стоит большие шары? Давайте посмотрим. 630. Ну, как бы не, конечно, не подарок прям. Но нормально. Ой, как красиво представляется. Черная тоже. Елка можно, смысл, у нас белая. Это, по-моему, искусственный снег, наверное. Лента. Мне нравится, что с каждым годом все больше разных цветов для елок появляется. Вот, что мне удалось найти в интернете. Спасибо, дорогая. Не знаю, что ты там искал или кто тебя просит, кто-то делать. Ну, горшки, кстати, цены нормальные на горшки. Ну, как нормальные. На большие не могу найти ценник. Берерка какая-то. Ура! Мне помогли найти проволоку. В целом то, что надо. Ой, смотрите, какой интересный. Так, ну, я пока взяла вот такие вот. Блин, красиво, кстати, если елка в руку возит искусственно лысый. Можно же отдельно ветки покупать. Просто их туда запихивать. Короче, заново, походу, я все покупала для елки. Смотрите, какие красивые. Ну, мне, по крайней мере, нравятся. Мне кажется, они и будут интересно сочетаться. Они поскольку по 300, по 552. Вот такие звезды. Здесь, по-моему, 5 штук. За 500. И вот такие еще везала прозрачных. Три штучки. Хочу вот те гигантские от входа. Потому что вот белых мне бы еще один. Потому что всего два было. Ну, вы знаете, здесь вот просто с белым, видите, есть вот такой белый. А есть вот такой айвори. Тоже очень красивый цвет. Но на елке, не знаю, мне еще очень нравится вот этот цвет. Видите, он не серебро. То есть вот классический серебро. Такой более теплый. Как будто серебро чуть-чуть с золотца подлили. Здорово, что большой выбор разных оттенков. Ну, конечно, в красных цветах просто самый большой выбор. Слушайте, ну, у меня целый багажник всяких прикольных необычных украшений, которых больше нигде нет, на 13 тысяч динаров. Это где-то на 11 тысяч рублей. Ну, судя по количеству купленных игрушек, я думаю, что у меня елка 5 метров. А у меня она всего лишь 2,40. Я, кстати, не видела больше в продаже елки. Ну, только в другом магазине, ну, там 150 тысяч. Ну, типа, которая вот здесь 2,40. Здесь, получается, подолки... О, сколько это? Ну, 3,20, наверное. Потому что они ощущаются достаточно высокими. Ну, еще, считайте, надо... Ну, 3, например, вот метра, если бы она была, было бы вообще идеально. Ну, я уже, смотрите, один шар, короче, засунула. Нардюнь, чё орём? Чё орём? Юрку-кулку наряжать будем. У меня есть ощущение, что мне хватит на эту спиралевидную гирлянду. Потому что, ну, реально дофига всего. Ну, либо я серебро просто оставлю. У меня есть, конечно, фантазия нарядить во дворе. Насик, ты мамина охрана, ты, да? Тетють мамина охрана. Весь пол в блёстках. Так, мыши обзавелись ёлкой. Да, мыши. Мыши обзавелись ёлкой. Ой, венок. С ним тоже я что-то придумаю. Я, наверное, его, ну, раскреплю и скреплю заново. Более плотно, более туго. Либо я, ну, короче, просто скотчем он туда не клеится. Вот, его постоянно я пытаюсь как-то по-разному. Блин, шар-то стеклянный был трэш. Я думала, это пластиковые шарики в Ике. Ну, вот теперь ещё и стёкла у нас. Замечательно. Так, Норд, иди давай домой. Аккуратно, давай иди домой. Вот, в общем, у нас тут два дерева. И я бы, может быть, вот это нарядила дерево. Но оно, я не знаю, сколько оно, метров пять, наверное, высоту. Норд, иди домой. Домой. Это дерево, наверное, метров пять. У меня такой лестницы нет, и я испугаюсь с такой лестницы. Не знаю, палкой только, если какой-то вешать. О, знаете, что можно сделать? Не знаю. Нет, ну, короче, какая-то просто шиза. Надо, знаете, машину такую, которая приезжает с люлькой. Ну, окей, машину я даже закажу с той стороны. А с внутренней стороны что делать? Непонятно. Палкой какой-то закидывают. А, блин, смотрите, там какое-то гигантское дерево наряжено. Как они это сделали? Заказывали, наверное, кого-то. Короче, надо подумать. Можно, конечно, просто кидать, и там ничего прикрепится. Ну, хотелось бы, да, его тоже украсть. Ну что, друзья, добрый вечер. Ай, ситуация. Трус. Взбихнула один шар, чтобы посмотреть, как он будет смотреться. И есть подозрение, что он слишком большой для моей ёлки. У меня есть вот такие вот шары я ещё купила. Но их всего два. Он прям, ну, он большой. Это сколько сантиметров? Пятнадцать сантиметров здесь у нас с вами. Он уже, кстати, идёт с проволокой. В общем, у меня просто дохрена всяких этих игрушек я купила. Посмотрите. У меня есть белые, у меня есть серебряные. Ну, вот этот шар, видимо, вот эти три шара не подойдут. Потому что реально слишком большие. Я не знаю, сколько сантиметров длины. Они так понравились. И они хорошо смотрелись там при входе на небольшой ёлки. Мне кажется, это, знаете, вот такой диайвай, когда ты надуваешь шарик. И потом нитками с ПВА его, короче, обматываешь. Сколько, интересно, здесь сантиметров? Он стоил, кстати, пятьсот девяносто три динара. Здесь вот этот двадцать сантиметров диаметр. Вот этот у нас пятнадцать, вот этот двадцать. Сейчас я буду собирать так называемые кластеры. Точнее, я сейчас всё рассортирую по размерам. Маленькие, средние и большие. И потом начнём насаживать. Так, купила ещё такую штуку. Надеюсь, это то, что мне надо. Надо, чтобы закрыть ножки у ёлки. Такую юбочку тебе сделать. Там продавались готовые юбочки. Но они были только красные. Вообще, по сути, мне кажется, это вата. Но это называется snow fluff. Ну, короче, сейчас вот этим вот ноги замотаем. Ну, смотрите уже, насколько веселее. Здесь почему-то у меня ощущение, что надо было делать в последнюю очередь. Потому что, возможно, сейчас буду наряжать, буду двигать ёлку туда-сюда. Немножко психануло. Так, серебро придётся добавить. Потому что я купила вот эти всякие штуки, чтобы добавить туда на верхушку. Видите, вот из этих я хочу, то есть не звезда. Плюс я купила цветы. Такие тёмно-серые. Сейчас попробую показать. Вот такого плана. Их тоже по вот этим диагоналям. То есть ёлка практически вся будет забита вот этим сиянием. И сейчас мне уже перестаёт нравиться то, что я купила тёплым светом светящиеся фонарики. Там только один цвет. Она на камере, кстати, так прикольно размывается. Вот видите. Вот видите, просто такие фонарики. Ой-ой-ой, господи. Короче, точно у меня что-то останется. Буду серебра добавлять немного. Но всё-таки добавлю. Мне просто визуально... Но вот эти шары... Не знаю. Мне нравятся визуально вот эти жемчужные. По размеру вот такие подходят. Мне ещё визуально нравятся вот эти с жемчугами и с вот такой вот шнягой-обсыпкой. И вот эти очень нравятся. И вот такие ещё прозрачные, голографические. Вот они, два больших этих шарика. И звёзды тоже буду туда фигачить. Так, проволока... Ой, силы на что-то. Так, вот такая проволока. Надеюсь, её мне... Ну, 50 метров. Надеюсь, она всё удержит. Ну, просто надо там завязывать, подвязывать что-то как-то. Короче, будем пытаться. Смотрите, вот это уже готовые кластеры. То есть их можно, по идее, ну, как бы раскрепить, да, и по одному приделывать. Но мне кажется, логичнее их просто брать и готовыми кластерами крепить серебро и белые. Ну, то есть вот этих прям можно даже... Наверное, выключу я пока фонарики, чтобы они меня не смущали здесь. Ну, ёлочка будет очень... Знаете, вот такое ощущение, тут просто вот эти красные штуки, они изначально прикреплены на ёлку. Такое ощущение, да, что она уже как будто наряжена. Но у меня будет в этом году ёлочка максималиста. Будет такая, знаете, максимально натыканная, максимально украшенная. Так, ну что, мне уже страшно, честно говоря. Нам с вами надо где-то метр-полтора лески. Это первая вот эта полоска будет. Но нет, уже неправильно делаю всё. Короче, меня, знаете, что пугает, что эти шары? Стекло. И это почти всё стекло. Так, насаживаем. Так, надо оставить хвостик, которым мы будем цеплять за ветку. Ой, блин. В ТикТоке это так всё просто. У меня просто сразу уже первый шар... Бляха, муха. Ой, первый шар уже всё пошло не так. Так, всё спокойно. Я чувствую, что проволока должна была быть поплотнее. Ладно, вот оставлю вот такой хвостик. Всё. О, завязали. Дальше надо... Вот так вот, кстати, метр. Мы в тканях, когда измеряли, то вот так вот, если измеряешь, ну, примерно это метр. Ну, чуть-чуть побольше. Хвостик там надо оставить. Так. Окей. Этот есть. Я начну снизу. Хотя они там в своих этих интернетах начинают вечно сверху. Но я пока вообще не понимаю, что происходит. Поэтому верёвки... Тут некоторые шары идут с верёвкой уже сразу. Но я её оставлю, потом срежу, если что. Потому что мало ли, вдруг сейчас какой-то трэш получится, и придётся всё просто это снимать и нормально вешать. Кстати, знаете что? Шары многие шли без верёвочек. Вот, например, здесь нет верёвочек. Шары есть, а верёвка нет. У нас как-то я привыкла и вот в икей было, что там идут. Слушайте, а, кстати, красиво получается-то. Вы что, я и делала? Так, это всё. Только начну насаживать, мне уже сразу кажется, что мне не хватит шаров. Да, я поняла, о чём говорили. Потому что некоторые говорят, что вы просто делаете вот такие типа кластеры. Условно там завязываете. Вот так. И начинаете ими выкладывать. Потому что если в длину... А, хоть и нет, в длину тоже они нормально ложатся. Спасибо. Короче, метр примерно мы сейчас с вами делаем. Получается, типа, нижнюю часть. Мне кажется, знаете, если что-то будет мне нравиться, когда я это буду вывешивать, то можно будет... Ну, какие-то ещё дополнительные шарики в промежутке засунуть тоже на лес. Ну, короче, попробуем собрать какой-нибудь выйдет. Так, я уже буду крепить. Тут уже меньше метра получилось. Но просто она уже такая тяжёлая. Так, минус один шар. Как-то я не просчитала, что она будет такая тяжёлая. Ещё и до крови укололась. Мне кажется, в ТикТоке, где у них никого не было стеклянных шаров. А здесь, просто учитывая цены, я и подумать не могла, что здесь у меня будут стеклянные шары, честно говоря. Я думаю, что я ещё в центре её где-то закреплю. Слишком маленький шарик. Так, ну ладно, это ничего. Это я могу потом туда цветок возьмутить, или что-то такое, знаете, через телефон пытаюсь проверить. Ладно, давайте скрепить. Моё, теперь всё уповисло. Она должна вот здесь вот так. Угу. Вот. Пытаюсь снять, как наряжаю. Или минус два шара. Ну, чё. Пересос там в теме? Да, у них же пересосы. Красиво? Очень. Но ты не посмотри. Посмотри. Сейчас надо делать более короткие вот эти ленты, потому что вот такая очень-очень длинная и в данном случае очень тяжёлая получается. У меня ещё, повторюсь, будут цветы, поэтому какие-то дыры, где хочется что-то добавить, я ещё буду добавлять. Ну, вот, например, вот сюда хочется ещё большой шарик. Ну, сейчас хотя бы направление правильное, но... Сейчас вам покажу, ой, о чём я говорю. Вот, видите, проблема с этой ёлкой, что она с каждого ракурса смотрится по-разному. Ну, вот эту сторону, там где-то ещё полметра, тоже надо будет завесить. Я думаю, я её сейчас сделаю и пойду на вторую ленту. Вторую ленту тоже из двух буду делать. Я уже сто раз пожалела, что купила вот эти стеклянные шары, которые выглядят очень красиво, но вот он опять откуда-то отпал. И откуда я не вижу. Примеряю. Вроде бы примерство должно всё совпасть. О, ну, кстати, неплохо вроде бы. То, пока выглядит вот так. Блин, на камере реально ты по глазам смотришь вообще не так. Вот это как-то пошло у меня. Странноватенько. Так, ну, пока что-то такое получается. Ну, я вижу вот на камере некоторые дырочки, типа вот здесь. Как будто хочется, да, вот здесь вот ещё чуть-чуть. Но, может быть, если я буду в этом магазине, где я вот эти штуки покупала, слушайте, мне чуть-чуть даже не хватило, как будто маленьких. Потому что, смотрите, есть несколько методов, типа кластерами, когда вы, например, пять соединили шариков, прикрепили. Вот. Так, конечно, быстрее. Вот здесь дырка. Короче, тут просто получается, что они шары со всех сторон. Если вы их меньше будете крепить, то их меньше понадобится. Здесь просто, как бы видите, вообще вот сюда не хватило. Короче, надо будет мне заехать. Ещё вот этих хотя бы докупить. И в целом всё. Ну, как, сейчас ещё вот эти, да, вставляю. Я вот эти вообще покупала, чтобы наверхушку туда воткнусь. Но сейчас я их тоже тут добавлю. Вот. Ну, здесь то, что происходит, это вообще, конечно. Ещё у меня вот такие есть. Не знаю. Давайте покажу. Сейчас включила вспышку на телефоне. Но лично мне нравится, что они, знаете, такие получились все разные по фактуре. Так вот этот большой. Хочется чуть-чуть мне спрятать. Спрятала. Окей. Ну, вы поняли, да, нюанс этой ёлки, что делать её из стеклянных шаров это просто ад. Короче, то, что я хотела показать, то, что они все такие разнотекстурные получились. Те ёлки, которые я видела, они все были фактически из одинаковых шариков, просто разного размера. У меня они, видите, все разные. И в этом есть тоже определённая своя сложность. Она состоит в том, что, ну, я вот так вот накидывала, знаете, в разнобой, плюс-минус только по размеру. И, соответственно, она с каждого ракурса смотрится вообще по-разному. Здесь тоже еле-еле чего хватило. Вот эти штуки. Так, сейчас покажу с фонариками включенными. Так, ну, вот это вот последствия, так сказать. Ну, вот верхушка, конечно, какой-то кринж. Ну, ладно, пусть пока стоит. Переделаю. Ну, здесь, знаете, ещё нюансы с пластиковыми шарами, что, может быть, видно швы. И поэтому шары, если не прям супер-качественные какие-то. Вот здесь вот дырками прям надо что-то сюда добавить. Цветок слишком большой получается, когда вот такаешь, он, знаете, такой прям в центре елки. Надо, ну, вот в начало, типа, и в конец. Ну, либо как-то их прикрывать какими-то вот такими вот. Блин, я боюсь, сейчас опять что-нибудь свалится. Ребята, сегодня мы с вами будем делать вкусный суп, который, знаете, у него такой классный вкус, насыщенный, что он прям вам какой-то комфорт дарит. Короче, здесь у меня курочка. Я её запекла, и потом, ну, мясо с ней всё сняла. Я буду готовить бульон в мультиварке, потому что начинаю я с бульона. Как правило, вот я сегодня курицу приготовила, и сегодня ставлю делаться бульон, потому что он делается где-то часика, два, три из курицы. И, ну, убираю его потом в холодильник, и на следующий день уже делаю суп. Вот. А сначала мы с вами делаем бульон. Для бульона нам с вами понадобится морковь. Здесь ещё, знаете, такие типа суповые наборы продаются. Пастернак ещё. Я, ну, не знаю просто, что это. Первый раз такое вижу. Ну, типа, окей. Нужен ещё головка чеснока, луковицы и сельдерей. Сельдерей какой-то мутант. Я такого гигантского никогда не видела. У сельдерея, я думаю, я парочку вот этих порежу и листья пообрываю, потому что сельдерей, он, знаете, даёт очень насыщенный такой вкус, аромат, но не сельдереевый. То есть, вот это всё очень вкусно такое овощное какое-то варю. Я думаю, что у меня нет больших луковиц и стало маленьких, но есть. Вот. Прикол дейсик, что вот лук, типа, можно не чистить, потому что у него в этом во всём тоже вкусно. Ну, как бы всё промыть, конечно, надо хорошенько. Ну, морковь, пастернак тоже, типа, можно не чистить, по идее, если они, ну, промытые у вас. Рублю я всё крупными кусочками. Нету смысла вообще мельчить, потому что это у нас не пойдёт потом уже в сам готовый суп. Вот. Теперь мы, значит, это всё накладываем к нашей курице. На самом деле, сельдерей я обычно добавляю поменьше, потому что я просто не знаю, честно говоря, куда его столько девать. Ну, вот эти листья, они ещё практически сразу, знаете, дезинтегрируются там в воде. Так, ну, и дальше до максимума заливаем всё это водой. Так, всё, так, мультиварка готова. У меня, знаете, такая мульти пароварка. Короче, я её выставляю на улицу, потому что из неё идёт пар, пахнет на весь дом. Я обычно сначала ставлю на режим суп, а потом включаю на слоу-кук, потому что слоу-кук я так и не поняла. Оно, ну, типа, вообще готовится, то есть, оно закипает или нет, потому что нам важно, чтобы оно закипело, но потом либо слоу-кук, либо симмер, чтобы оно не прям вот так вот адски бурлило. Вот, через минут 25, наверное, переставлю на слоу-кук. Так, на следующий день мы с вами продолжаем готовку. Нам с вами понадобится рис, где-то примерно, ну, не знаю, полстакана, наверное, в сухом виде. Потом фрикадельки. Можно рваную курицу добавить в суп, можно фрикадельки из, там, говядины, ну, из любого мяса в целом сделать. Можно просто фарш купить, да, и со специями там перемолоть. У меня здесь филе и бедро куриное. Я сейчас сама с помощью этой, как она, господи, называется, в общем, фарш-машина. Господи, забыла слово, что-то у меня вообще уже с башкой. В общем, сделаю, получается, фарш, вот, бедро, грудка и небольшая луковица и специи сейчас разные добавлю туда. И буду делать также еще зажарку из одной большой луковицы, несколько вот зубчиков чеснока и морковь. Морковь я сейчас заказала в интернет-магазине и жду, пока ее привезут. Но пока вот фарш сделаю. И грудку, я режу и грудку, и бедро кусками, такими, чтобы они удобно залезали в мясорубку. И основной вот жир или кожу с бедра такой вот прям я срезаю. Здесь они, кстати, не очень жирные, просто бывало, что в Турции, например, на бедрышках прямо, не знаете, все прям почти покрыты кожей. Вот. Ну и теперь просто все перерубаем с помощью вот этого дружочек. Все, фаршик у меня готов. Здесь лук, ну, все еще не перемешано. Кстати, конечно, вы можете вместо мясорубки использовать вот такого плана погружной блендер. У меня тоже получалось, просто, ну, чуть дольше получается. Там обычно жила наматывается на вот это основание, но в целом ничего страшного. У меня здесь всякие разные специи. еще не все я разложила, потому что у меня вот здесь вот, ну, кончилось место, осталось только вот здесь, поэтому мне еще надо все это, ну, разложить. У меня здесь уже куплена сладкая паприка, еще там какие-то специи тоже куплены, которые я разложу. Например, вот гранулированный чеснок или лук мне нравится, шафран здесь у меня, мускатный орех, но это не к, знаешь, нынешнему блюду. У меня здесь базилик и травы средиземноморские. Слушайте, мне реально что-то с памятью. Потому что это стресса хз, надо что-то мне с этим сделать, потренировать мозг, а то вообще я уже отъеду скоро. Так, потом я еще добавлю, купила вот такую приправу, просто чекен сизонинг, видите, он уже неплохо так у нас пошел. И чуть-чуть перца добавляю, Коля не любит, когда острый, но капля перца. Нормально все будет. И добавлю еще вегету. Сейчас ее принесу. Кстати, сырые вот эти обрезочки я отдам нордику. У меня нордика я перевела на натуралку, поэтому все сырое, там, яичко, кусочек рыбки, курицы, ему прям это все отлично заходит. Сегодня достаточно тепло, поэтому дверь открыта, и собака наслаждается. Скоро мы повезем его грумеру, вот здесь у него то, что красное на мордочке, это еще остатки аллергии, и когда натуралку я его переводила, и в прошлый раз, у него месяца два побыла вот эта аллергия, а потом сошла. Со всех остальных мест у него была тоже пищевая аллергия, тоже везде сошла, вот здесь вот на лапе это розовое, от того, что он лижет, потому что бывает вот такое рыженькое, когда влажность, вот у Найсика на груди, поэтому было постоянно пятно, потому что он пил, как парась, вот, а Норт вот здесь вот себе разлизывает лапу, ну, то есть видно, что видите, шерсть розовая, то есть как можно проверить, да, у своей собаки, что не до корня волос розовенькая, вот, ну, это можно подстричь. И мы к грумеру поедем, записались, через недельку у нас грумер. Хочешь, пойдем со мной поготовим, на этом, что я дверь скоро закрою, уже темно становится, кстати, вот наша елочка, так, рука облизанная просто, короче, ну, мне, честно сказать, нравится, как она смотрится, вот эта вот, конечно, ситуация, куриную жопу надо устранить, надо купить белые какие-то штучки, короче, мне идея нравится вот этой диагональной елки, красиво, пипец, как геморройно, по бюджету, я не помню, говорила я до этого или нет, короче, в сербских динарах елка стоила 20 тысяч динар, игрушки стоили все вместе серебряные и белые, но здесь очень много, примерно 26 тысяч динар, плюс свет, вот эти фонарики, они очень длинные, их очень много, они стоили 5 тысяч динар, вот, то есть это вот такое общее, ну, это вот со снегом, то есть со всеми этими пирогами, вот, кстати, купила в Икеа четвертый фонарик, а то у меня было 4 окна и 3 фонаря, они прикольно зажигаются, во сколько в 4, по-моему, вот, сейчас жду батарейки в один из фонариков вставить, тоже онлайн заказала, ну, вот, кстати, вот у этих, и вот у этих тоже ламп очень странный цикл, точнее, не цикл, а таймер, короче, вот эти фонарики, они включаются, 6 часов поработают и выключаются, и в определенное время, ну, то есть ты вот как включил он, он включился, 6 часов поработал, Нардин, иди ко мне сюда, иди поговорим про фонарики, вот, в общем, 6 часов поработал, и все, пока, ушел спать, а, короче, вот этот свет, он у нас включается, работает 8 часов, потом 8 часов спит, ведь 8 часов работает, 6 часов не работает, 3 часа работает, 7 часов не работает, такой бред, это получается, что я их ставлю, если в 4 часа дня, он выключается в 12 и врубается в 6 утра, а нафига мне, чтобы он с 6 до 9 утра еще работал, я вообще не понимаю, мне кажется, что можно было бы сделать просто, что он 8 часов работает, и все остальное время выключен, вот, поэтому на втором этаже, ну, то есть просто в 6 утра, как бы, предыдущие дни было темновато достаточно, и я бы ставила на таймер, желательно, чтобы около 5 все включалось, потому что в 5 темно, вот, но наверху и в спальне оно просто загорается свет, и как бы, ну, ты от этого просыпаешься, вот, а я встаю где-то там в 8.30, вот так вот, и, соответственно, там не на таймере, на втором этаже я просто встаю, включаю с утра, и они вот с утра до ночи, пока мы не ложимся спать, там часов до 11, до 12, они горят, ну, здесь подушки, пледы, нордик стал спать на этом месте, место Найса я убрала в вакуумные мешки, вот, так, здесь тоже у меня чуть-чуть украшено таких мышек, помните, может быть, я в Икее, мы с вами покупали тут лось, это Амарилис я купила, Билла, это я просто, прикол была, в Лидл купила, Коле этот Адвент Календар, здесь у нас тоже мышки, здесь пока не особо украшены, знаете, после Нового года, хотя для Нового года здесь только вот эти вот елочки, но что-то мне здесь надо сделать, не знаю, фотографии, наверное, какие-то распечатаю, семейные, вот, здесь тоже ничего на самом деле, кстати, не лежит, но здесь все для кальяна, это надо такую штуку убрать, это массажер Xiaomi мы купили, что за роматура, здесь пока вообще пустенько, так, мы вообще-то готовить шли, пойдемте продолжим мероприятие, да, Мишта? Ну что, начинаем приправлять, я люблю, знаете, чтобы фрикадельки имели собственный вкус, и они забирали его из бульона, потому что они все равно это, ну, как бы не заберут, поэтому любые котлеты, все вот это надо неплохо приправить, я, честно сказать, когда я смотрю чужие видео, мне тоже кажется, господи, сколько много специи навалили, но на самом деле потом размешиваю, то есть я уже примерно прикидываю, примерно понимаю, ну, сколько надо, так, знаете, на глаз, так, ну, вот это вот, давайте уже добавим полностью, и чуть-чуть перца, сейчас, через 8 минут уже должна приехать доставка с морковкой с всем остальным, а пока порежу луковичку и чеснок, потому что, ну, луковицу, точнее, порежу, и ее подготовлю, чтобы обжарить надо будет лук с морковью, вон, видите, у меня вот там вот горит уже свет, здесь еще не... Че орем, Норд, надо отучить орать на камеру, продуктики привезли, Нордик, иди-ка сюда, давай проверяй, что там привезли нам, что привезли, что там привезли, ребят, руки, я всегда мою, когда их облизывает собака, мой охранник теперь, тимомин охранник, что, пойдем, прям дальше готовить, а тут у меня венок, который просто поплыл, есть, слушайте, он тут не осыпается еще, мне надо, наверное, какую-то трубу в сантехническом купить, чтобы на нее намотать, ну, конечно, было бы удобнее, если бы он был меньшего диаметра или было бы больше веток, ну, короче, это, знаете, такое пока на потом отложенная мысль, пусть, короче, кстати, вот эти из Икеи оказались стеклянные, не пластиковые, вот, можно, знаете, делать, если найти березовые ветки и из них сделать плотный каркас, березовые ветки, вообще, можно, знаете, обернуть вокруг ведра, закрепить, положить в воду, и они, потом просушить, и они прям хорошо будут форму держать, и у нас тут такого пока на помойке не было, я пока поставила мультиварку подогревать бульон, просто его с холодильникой, с кастрюль взяла, вылила в мультиварку, слушайте, тут у сербов с размерами какие-то, точнее, наоборот, проблем нет, огурцы тоже они любят, огромные какие-то, ну, окей, в общем, достаточно большая лукость, достаточно большая морковка, из нюансов лично моих и из моих личных преференций, то, что я не люблю тереть, например, морковь и супер мелко все это нарезать, потому что я хочу, чтобы овощи были такие каплю-каплю аль денте, особенно морковка, чтобы оно, знаете, не дезинтегрировалось полностью в бульоне, вот, и такое чуть-чуть обжаренное было, поэтому сейчас буду обжаривать достаточно на медленном огне, чтобы оно, знаете, не сгоралось, чуть-чуть, чтобы оно такое позолотилось, вот, пока подогреваю бульон, в общем, в сковородку у меня идет лук-морковь, потом через парочку минут чеснок идет, тоже мелко порезанный, это чуть-чуть золотится-золотится, потом просто это все кидаете в бульон, также в это же время, пока это все будет золотиться, я сформирую фрикадельки и промою полстакана риса, потому что это надо будет одновременно закинуть и поварить 15 минут, вот так вот где-то, я морковку режу немножко извращенски, я сначала вот так вот нарезаю на длинные пласты, а потом в диагональ, это так же в целом, как для плова, но сейчас, короче, покажу, просто так, в диагональ, у меня нету еще этого штатива для телефона, чтобы снять, как я все это нарезаю, потому что готовый результат уже покажу, то есть видеть, вот диагональный срез, и вот такая вот морковка получается, так, ну вот пока тонится, но все добавила чеснок, сейчас перемешаю и начну замешивать фарш, я люблю это делать в перчатках, потому что у меня длинные ногти, если под них что-то попадает, то, ну как бы просто, знаете, даже помыть-то под ногтями вообще не проблема, почистить, просто мне вот тактильно, как-то перчаток попроще, короче, жмякаем все это дело хорошенечко, чтобы все перемешать, и потом будем просто формировать, в руках скатывать вот такого небольшого размера фрикадельки, так, ну что, вот мои фрикадельки, вот мой лучок и морковка, я думаю, что я, ну еще буквально 5 минут потомлю вот это все, бульон уже почти сейчас закипает, и будем туда все добавлять постепенно, так, ну что, добавляем постепенно все в бульон, так, ну это я сейчас перестану снимать, когда, добавляем рис, мне кажется, многовато риса, решил добавить, поэтому не весь добавлю, так, и вот с фрикадельками, конечно, интересно, то, что их нужно добавлять по одной, чтобы они не склеились, все, я поставила вариться на 15 минут поставила таймер, нам еще с вами понадобятся цедры лимона, вообще, этот суп в оригинальном рецепте, да, еще надо выжать в конце лимон, но я не хочу, потому что я не люблю кислые супы, вот такие более классические, мне кажется, ну будет просто вкус, как будто суп прокис, вот, и вообще я кислый вкус люблю только в сочетании с кисло-сладкий, кисло-острый, ну скорее только кисло-сладкий, кисло-острый, предпочитаю, чтобы было просто острое, так, нам с вами понадобится цедра лимона, она приятная, и достаточно такой пикантный вкус придает, два яйца, мы будем отдельно взбивать белки, потом добавлять чуть-чуть бульон и желтки, все это взбивать, и добавлять в эту смесь, это дает эффект, что он выглядит немножко как такой немолочный, ну вот знаете, сливки, когда добавляют финскую уху, вот такой вот он получается, и еще першин, по-моему, так это на сербском называется петрушку, тоже просто можно в суп добавить, но я, честно говоря, не вижу смысла добавлять в суп, который вот варится, я обычно петрушку всегда добавляю только уже в готовое блюдо, ну как-то, не знаю, вот я делаю так, а это, блин, решила с лицом вам рассказать эту историю, что в один день, когда мне было совсем плохо, и нужно было там по работе уехать, я решила напиться, вот, и вот это вот произошло со мной, а онлайн я за казаху потолкнула ножом пробку, и поняла, что алкоголь, ну в который раз, особенно в каких-то количествах, таких больше, чем полстакана, это вообще не для меня, я из-за алкоголя могу раз, ну 3-4 раза за лето типа выпить опироль, и то, мне кажется, я только в том году пила последний раз опироль на море, когда была, этого влоге, было вино, я вообще, ну, я крепкий алкоголь, я даже не знаю, мне кажется, больше 10 лет назад я пила какой-то крепкий алкоголь, ну именно, чтобы там, типа водка, или текила, и вот, чтобы крепкий алкоголь, я реально не могу усмотреть, у меня такое ощущение, что это где-то в универе было, или там было лет 25, вот тогда, может быть, вот так вот, наису всегда лежал, и, какого разновидной, обычно, я вот пиногриджи, или розе, мне просто нравится подсветок, короче, я попробовала напиться, в итоге у меня всегда реакция одна и та же на алкоголь, я просто начинаю хотеть спать, но при этом, когда я выпила вот эту бутылку, меня вот так вот уже вело, мне хотелось спать, например, я жу, как хреново спала, просыпалась каждые там несколько часов, и поскольку у меня организм вообще не превышал алкоголь, я даже, я полбокала выпиваю вина, и у меня все начинает клонить сон, вот, и, короче, это была очень плохая идея, надо это, ну, вылить, потому что, что оно здесь стоит, вот, единственное, для чего я использую вино, красное или белое, когда готовлю, например, мидии, или хочу попробовать на, делают, знаете, мясо, когда жаришь на сковородке, потом делают соус, заливают вот эту прижарку вином, но получается, что вино, это алкоголь испаряется, когда ты его кипятишь, и остается только вот такой специфический вкус, ну, короче, у меня с алко, как-то, не заладилось дело, и это просто не мое, и не мой способ расслабления, все, целом у нас все готово, теперь надо забросить пар, и перед тем, как мы будем заливать яйцо, надо будет чуть-чуть, чтобы остыло это все, чтобы яйцо сразу не сварилось там, поэтому сейчас вот так, ну, блин, вот тут, у меня теперь специальная майка, домашняя, в которой я готовлю, потому что пахнуть все будет, и я голову иду мыть, то есть я сначала, типа, все приготовлю, потом переодеваюсь, иду мыть башку, ну что, такая красота у нас пока получается, я только что добавила лимонную центру, а имейте ввиду, что рис в любом случае, он будет, ну, как бы разваренный, потому что оно вот даже поварилось, но оно же продолжает в горячей воде лежать, то есть он будет продолжать напитываться, напитываться этим, вот, так, сейчас будем взбивать яйцо, так, вот такая вот у нас получается пенка, теперь можно желтки добавить, и продолжаю с ними взбивать, просто желтки, они же жирные, и их не получается так взбить, поэтому всегда, знаете, меренгу там, когда взбивают, короче, белки взбивают отдельно, повзбивали, и теперь постепенно, чуть-чуть, начинаем добавлять бульон, просто, чтобы поднять постепенно, температуру нашего с вами замеса, но вообще надо одной рукой как глить, а другой продолжать взбивать, там есть, конечно, еще, знаете, нюансы, типа какой температуры, комнатной температуры, или холодные яйца, но, я когда блиночки, по-моему, делала, как-то я там, специально яйца, типа, а нет, майонез я когда делала, на прошлый Новый год, я специально яйца достала с утра, из холодильника, так, ну, и теперь постепенно заливаю, тут точно надо заливать, тут надо, чтобы чуть-чуть, он как бы подостудился, ну, чтобы он не кипел, и теперь точно одной рукой заливаю, а другой рукой вливаю, одной рукой мешаю, а другой рукой вливаю яйца, если вы бульон хорошо остудите, то у вас яйца не будут сворачиваться, у меня они чуть-чуть свернулись, ну, из серии, знаете, как в этих, в азиатских супах, я не возражаю, вот, потому что остужать в этой фигне, это вообще неизвестно, сколько времени займет, потом просто хорошо перемешиваю, первый раз, когда делала такой суп, у меня не так расслоилось, потому что я там смогла подождать, но здесь я прям, типа, очень голодная, уже у меня до времени 20 минут ждать, вот, соответственно, здесь получается достаточно такой вкусный бульон куриный, кстати, я вот это видео не показала, но перед тем, как добавлять вот это все, я еще приправила бульон, тоже просто добавила вегетто, и все, потому что вкус дальше основной у нас, ну, как бы и в самом бульоне, он и изначально от курицы, да, но и также у нас во фрикадельках, рис пропитался бульоном, то есть он прям густенький, получается, ну, уже, конечно, я какое-то хрючево все это разделала, но прям на вкус очень даже вкусно, мне нравится, уже второй раз делаю большую пустыню, ну все, я теперь рада, четыре стекла, четыре фонаря и елочка, в елке там есть вот эти красные штучки, но у нас вообще здесь кальян красный, решила я не покупать новогодние какие-то подушки, не хочу, ни к чему это все, я, кстати, сейчас снимаю как раз видео, вот, с этим всем макияжем, и я написала сейчас в телеграм, то, что я бросила курить одноразки, и вот кальян увидела, хотела сказать, я рассказывала вообще об этом, что я долго курила, с 12, примерно до 21, до 22, и я бросила курить, просто за один день по книге Алана Карра, легкий способ бросить курить, ну, точнее, как я читала пока книгу, и вот как я дочитала, все бросила в этот же день, ну, там по технологии, и тут что-то я в сентябре взялась за одноразки, при том, что долгое время они вообще не выпадали, как-то в мою сферу, я вообще их, ну, не знаю, не видела, не пробовала, ничего, потом на какой-то съемке у кого-то выбрала, еще что-то, а потом где-то попросила покурить, потому что это, знаете, такое, ну, короче, как вот у Алана Карра написано, что курение вообще, оно помогает тебе делать вид, что ты что-то делаешь, когда ты ничего не делаешь. Я вспомнила, когда я курила сигареты, когда просто ты стоишь утром, идешь на лестничную клетку покурить, посидел, покурил, ну, то есть, высидеть там на фильме, в самолеты-то я вообще молчу, насколько сложно было не курить, и у меня не было тогда особо прям длительных перелетов, но я, кстати, застала вообще время, когда еще можно было курить в самолетах, я помню, когда я летела учиться в Германии в девятом классе, это был там один из последних годов, когда можно было курить в самолете, и мы летели с подружкой, и мы взяли себе билет на место, по-моему, это был типа четвертый ряд от туалета, последние пять или шесть рядов, там можно было курить, это было самое ужасное решение в моей жизни, потому что до этого в самолетах, ну, как бы ты мог встать и пойти к туалету покурить, вот, но когда ты сидел на этом ряду, да, ты мог курить, и у тебя была пепельница в подлокотнике, но это, ну, то есть ты летишь, вот все несколько часов в этом дыму, ну, вот, и, короче, бросила я тогда курить, кальяны, я начала, после того, как бросила курить, кальяны, наверное, где-то год примерно не курила, потом, ну, периодически было, но, как бы, кальян, ты не такой, что там по пять раз в день, блин, его забиваешь, дома у нас практически всегда есть, с Колья кальян, мы периодически его курим, когда смотрим какие-то фильмы, ну, ну, два, может быть, раза в неделю, от кальяны я не планирую отказываться, там, это тоже табак, понятно, что это тоже никотин, вот, но одноразки, это что-то совсем другое, потому что это одноразка, я поняла, что я начала вот ее, ну, что-то там покуривать, потом мне кто-то одну дал, а я была в гостях у Игоря, синяка, и я просто в наглое такая, типа, есть одноразка, потому что вот это вот то, что живет в тебе, когда ты бросаешь курить, оно в какой-то момент может вообще поднять голову и заново, при том, что Игорь мне дал одноразку, причем просто вот нормальная у меня наглость просто, приехала к человеку в гости, такая, есть одноразка, так, все, я заберу, капец, вот, одноразка, причем была очень, ну, для меня тяжелая, то есть я ее просто, вот так вот могла, мне не приносило вообще никакого удовольствия, но я продолжала ее курить, потом там другую какую-то одноразку, потом мне привезли из Макту, потому что в Турции электронные сигареты, они незаконны, то есть их можно там купить, там по леваку, там у кого-то где-то в табачных лавках, но нет, здесь, кстати, в Сербии очень много кто курит, одноразки можно курить просто в торговом центре, то есть просто идти курить, Айкос тоже, в ресторанах тоже много кто курит, вот, в общем, и тогда потом вот я начала что-то покуривать, и я поняла, что у меня просто эта одноразка, она все время в руке, все время в руке, то есть я еду там фактически за рулем, она у меня в руке, то есть всегда, и это вот, знаете, как есть такое понятие, по-моему, стиминг называется, оно используется, ну, не понятие, а вот это действие, когда ты, например, крутишь волосы, сидишь, или колон сидишь, крутишь, есть специальные штуки, которые ты можешь погрызть, еще что-то для, часто для взрослых, или для детей с аутизмом, какие-то такие штуки придумывают, потому что для них вот этот стиминг помогает успокоить, вот, то есть где-то там что-то, ну, делаешь, и это очень помогает бороться с тревожностью, да, то есть все делают разное, есть такие силиконовые кулончики, которые у тебя на шее, ты ее там начинаешь грызть, вот, и вот это понятие стиминг, да, то есть оно у людей не только с, там, какими-то нюансами, да, оно у многих есть, но это также, знаете, когда ты там грустишь, или еще что-то, или тебе задают неудобные вопросы, ты там сидишь, коленку потираешь, типа как будто сам себя успокаиваешь, ну, то есть это такая техника успокоения, и вот с этой одноразкой то же самое было, что как будто я себя этим успокаивала, потому что последние, ну, вот в сентябре я еще как-то, знаете, так держалась более-менее, ну, причем есть, ну, то есть, по-моему, второго сентября это было, второго или третьего, когда вот у меня первая моя личная одноразка появилась, а нет, вы знаете, я сейчас поняла, что я обманула вас, не в сентябре я начала курить, а раньше, потому что в Минске я была в июле, и я на эту тогда попросила мне купить одноразки, это, наверное, по-моему, мои первые собственные такие были, после того, как мне, после того, как я у Игоря одноразку подрезала, ну, короче, нет, да, я что-то думала, три месяца, нет, почти полгода, значит, я их курила, вот, сейчас я пять дней уже, по-моему, не курю, при том, что в такой очень стрессовый момент, но, вы знаете, я поняла, что мне надо найти какой-то другой способ самоуспокоения, потому что я пробовала, потому что я пробовала заедать стресс, от этого еще хуже, и последнюю неделю я вообще, ну, ем, но, знаете, так, поскольку я как будто не чувствую вкуса еды, и, да, от одноразок я тоже избавилась, и просто пытаюсь, ну, какая-то, когда у меня возникает тревога, или что-то такое, просто стараюсь это разбирать, как-то прорабатывать в своей голове, что-то куда-то, где-то перекидывать, у меня есть пока какие-то тревожные, сильные состояния, что я, ну, вот, в последнее время, очень боялась оставаться одна, ну, без Коли, в смысле, вот, и, ну, прям, ну, вот сегодня первый день, когда я смогла остаться одна, я снимаю, и в целом мне этот процесс, ну, помогает какие-то ритуалы вернуть в собственную жизнь, вот, вот, короче, буду надеяться, что с одноразками она так и продолжится, потому что соблазн, конечно, велик, потому что они везде продаются, везде это есть, многие курят, вот, но пока как бы вот так, такие дела, ребята, я просто пришла показать вам елку, мне бы, конечно, хотелось вообще все залить светом, какими-то украшениями, но я занималась этим всем покупальцем, чего-то, придумыванием чего-то, потому что пока Найс болел сильно, мне нужно было что-то какое-то, мне нужно было что-то делать, и я не могла снимать, потому что я постоянно плакала, ну, и просто физически я не могла этого делать, вот, и я просто вот что-то делала, что-то придумывала, смотрела какие-то тик-токи об украшениях, то есть мне хотелось вот в этой красоте, в этом во всем, вот, в этой эстетике, в какой-то, в радостном настроении жить, и я поэтому прям, ну, психанула прям мощно с этим всем украшением, мне уже насрать, что мы там здесь не навсегда, что, ну, короче, я просто зафиксировалась очень сильно на вот этом, и я, может, продолжила делать, потому что вот эту дверь, которую на бакьярд ведет, было бы тоже красиво оформить, мне, знаете, еще вот пустые углы вот здесь вот, вот тут у Найсика местечко было, но он лежал вот здесь и там, но в основном вот там лежал, и здесь сейчас норт лежит, это тоже немножко какая-то это шизак, потому что никогда не лежал на кровати, ну, короче, вот, ну, в общем, там у меня, наверное, какие-то вазы, или что-то, кстати, хотел посмотреть, если там розетка где-то рядом, потому что я видела красивые лампы, красивые лампы, не, нет, а, вот здесь есть, кстати, розетка за шкафчиком, вот, красивые такие лампы, как корзина такая, и там типа лампа внутри, она что-то, потому что туда какие-то большие объекты просятся, ну, и не хочется, знаете, что-то супер дорогое, хочу растения, люблю растения, у меня тут эти гиацинты белые, одни уже отсвели, я их пока поставила на кухню, потому что там листья должны затянуться, ну, не затянуться, отвалиться, купила вот такой бамбук, логика в этой композиции отсутствует, здесь просто живой бамбук, понятно, что свечи, когда я зажигаю, я их отсюда убираю, они просто так здесь стоят, ну, вот здесь вот такая ваза, белые гиацинты, здесь это марилис белый, тоже, надеюсь, скоро он там вылезет, вот, и по поводу растений, например, вот у нас диван, он не придвинут к стене, то есть здесь вот расстояние, я не люблю, когда мебель по стене стоит, и плюс, ну, как бы просто он от телевизора, хотели чуть поближе, чтобы он был телевизор, мы, кстати, сами купили, мне кажется, я его уже показывала, он прям, ну, очень большой, очень, у него метр семьдесят, только вот эта вот часть нижняя, то есть, ну, какой-то, не знаю, диаметр, вот, слушайте, дайте я вот это уже сниму, потому что так странно я выгляжу все это время, в общем, растения я бы, конечно, хотела купить, но мне непонятно, что с ними делать, в случае переезда какого-то, я вижу в чатах, что продают растения, мне кажется, я бы продавать, ну, наверное, не стала бы, типа, знаете, это растение в добрые руки, с ненавязчивым отслеживанием судьбы, а в Москве мои растения все, они у мамы, хотя тоже ей уперлась, да, ухаживать, блин, с огромным количеством чужих растений, ну, что поделать, вот, поэтому, конечно, хотелось бы мне, но пока, пока думаю, потому что вот этот декор в углы, например, мне кажется, ну, какое-то растение было бы прикольно, хорошо бы смотрелось, потому что какие-то вот эти лампы, еще какие-то элементы декора, я, знаете, люблю, у нас как-то вот с мужем повелось так, что когда какой-то декор мы покупали, то мы покупали всегда его в поездках, для того, чтобы это было не просто, ты вот там что-то купил, и все, пошел в магазин, купил картинку, да, а для того, чтобы у этого была история, я из Москвы боюсь как-то, с одной стороны, наш декор сюда перевозить, потому что, а что дальше мы куда попремся, да, мне непонятно, неизвестно, вот, и у нас у каждого изделия, да, которое было в качестве там украшения использовано в квартире и в доме потом в Москве, у них у всех было какое-то подоплека какая-то обязательно, да, то есть эту картину мы там купили тогда-то, когда были в таком-то путешествии, это мы там-то купили, это мы там-то купили, когда по Европе там на машине путешествовали, это мы притащили там с Бали или из Японии, ну, вот, такого плана, а покупать просто декор элементы, которые, просто стоят, и когда в них, ну, ничего нет, никакой души, ничего, то, я так, что-то я не знаю, как-то не мое это, вот, ну, понимаешь, какие-то огромные лампы там за границей, какую-то еще не потащишь, тоже, хотя у меня был крупный декор, всякие коряги, из Филиппин вытащили, из Израиля, я притащила, вообще из Израиля моя любимая, просто ваза, очень красивая, там такая коряга, и две стеклянные сферы, которые клали в горячем виде на дерево, и они такие, как подтаявшие, и я тогда насыпала соль мертвого моря, которую вот такими вот шарами, там, какие-то ракушки, я обожала ее просто, эту штуку, ну, вот это как перевозить, вообще не знаю, я тогда-то ее доперла в ручной кладе, вот, ну, да, просто это такие вещи, которые, знаете, я не смогу оставить, то есть, их придется возить, возить даже магниты, которые мы собираем, а в каждой стране, где мы бываем, мы в целом любим путешествовать, я их не перевозила, у нас сейчас магниты на холодильнике, только которые мы вот, за время эмиграции, вот, потому что я хочу, потому что у меня была большая доска, такая магнитная на ней, чтобы были эти магнитики всякие, но опять же, где это и когда это будет, это неизвестно, а есть вещи, то есть, там одежда, какая-то техника, даже косметика, я понимаю, что я смогу, ну, заново купить, если что-то разобьется, или что-то пропадет, но некоторые вещи, если ее вдруг не станет, то их возместить уже никак не получится, то есть, если там вот эти мои сферы из-за зрали разобьются, то, к сожалению, ну, как бы я не смогу нигде новые взять, и даже дело не в эстетике, а в том, что я помню, как мы ее покупали, как мы шли там по какому-то рынку, там была прикольная собака породы, ауси, две их было, она черно-белая, вторая такая коричневая, типа, не мерле, наверное, ну, коричневая с белым, вот, и я смотрела, и это было, когда я первый раз ездила на Мертвое море лечиться от псориаза, и мы еще на экскурсии ездили, в Иорданию мы тогда с Коли съездили, то есть, у меня в этом предмете сразу все вот эти воспоминания всплывают, и я такая, ой, типа, классно, ну, то есть, для меня важно, чтобы была какая-то ностальгическая такая подоплека, и мне будет жаль, если вдруг что-то из этого утратится, поэтому пока, не знаю, хочется как-то доукрасить дом, потому что, ну, прикольно, мне кажется, был такие растения, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, сзади, ну, замиакулькасы какие-то, можно просто очень высокие горшки купить, и сами растения, чтобы из них торчали, наверное, здесь вот куплю, внутри не хватит, четыре, наверное, штуки замиакулькаса, я, знаете, от того, что хочу, не знаю, буду покупать растения, уже такое все у меня посчитано, сколько чего надо, ну, какой-нибудь монастырь, в монастырь у меня ни разу не было, фикус можно, ну, знаете, я вот эти фикусы видела в огромном состоянии в Турции, какие они здоровенные, вырастают, им что-то их так жалко дома, чтобы они росли, вообще, знаете, я хотела сказать, что когда вот мы жили в Турции, в таком теплом климате, у меня вообще не было какого-то желания куда-то путешествовать особо, ну, потому что, конечно, и собак, оставить на передержку там в какой-то момент стало немножко сложновато, и мы только, ну, в случае там необходимости оставляли их в Москве, конечно, Даша, Зоу Холида, Иван Лав, вообще, просто я даже обожала оставлять собак там на передержке, потому что наслаждалась потом огромным количеством фотографий, видео красивых, и они там так играли, им там было так здорово, так классно, вот, в Турции мы такого не нашли, здесь, в Сербии, ну, но пока еще было не нужно, вот, и мне, конечно, сейчас, ну, не хотелось бы вообще как-то оставлять Норда, но, возможно, ну, то есть для него это, скорее всего, будет нормально, особенно для других собачек, будет, но мы поищем, мы среди русскоговорящих, среди сербов, у меня там были какие-то сохраненки, потому что, если будет у сербов какая-то, какой-то отельчик, где собаня может на улице проводить столько времени, сколько хочет, особенно зимой, просто для Норда это важно, ну, как бы, вот, мы сейчас весь день, он практически весь день лежит на улице, вот, ну, как бы вот на бэк-ярде, я ему открываю дверку, и пока тепло, ну, как тепло плюс 6, то есть, у нас батареи, включаются, по-моему, в 6 утра, и до 6 вечера они работают, потом они включаются, и, как бы, все, дом ночью падает температура, где-то до, ну, 18, наверное, градусов, в течение дня плюс 20, 21, но на улице было плюс 6, 7, ну, то есть, как бы, открываешь дверь, и не холодно становится в гостиной, абсолютно нормально, но при этом, вы знаете, я тут хожу в тапках, в угах, вот, ну, в целом, как бы нормально, ну, то есть, не, ну, в майке тоже можно, но что-то тепленькое, но, знаете, в Турции тоже мерзли мы зимой периодически, ну, то есть, мы ходили просто даже не в тапках угах, да, не вот в этих, вот, а прям в угах-угах, вместо тапок, ну, ну, и тогда норме было, здесь полы, вот это паркет, привет, 90-м, я с каким-то 90-ми паркет, почему-то ассоциируется, вот, и, ну, к тому, что, если будет что-то такое больше, ну, то есть, норд был, поскольку он теперь один, ему очень важно, чтобы ему было улица, доступ, и холодно, но при этом, чтобы был человек, который с ним будет постоянно общаться, потому что норд, он ориентирован на всех людей, если найсик, он только на семью, то есть, он с другими людьми, вообще, ну, особо не хотел коммуницировать, не хотел, чтобы его гладили, то есть, он никогда не был агрессивным, просто такой тип, то норд хочет общаться со всеми, ему это очень надо, поэтому будем очень так смотреть, выбирать, мы вот к грумеру записались через, ну, от сегодняшнего дня через неделю, вот, тоже, кстати, хотела рассказать историю, мы пошли погулять с нордом, насколько, наверное, пару, ну, несколько дней назад, просто пока, ну, когда найсик уже совсем заболел, и, ну, за несколько дней до этого, я сильно повредила ногу, очень сильно ее подвернула, и, так что у меня нога вот так вот вся по периметру, ну, не по периметру, а сзади вот так вот все посинело, потом позеленело, то есть, это крылоизлияние мягких тканей, и все такое, короче, дня два не могла ходить, но при этом у меня было какое-то сумасшествие, что я такая, блин, нет, я все могу, я просто на одной ноге прыгала, вешала вот эту гирлянду, которая на окне в гостиной, просто вот, ну, одна, на одной ноге, я не знаю, это какое-то вот сумасшествие уже просто со всех сторон, подвернула лук, наверное, дней 10-11 назад, потому что Найсик прям сильно болел последние там, наверное, это неделя-две назад произошло, вот, и я не могла ходить гулять с собаками, потом мы их вывозили на Бэкьярд, я не могла ходить гулять с собаками, поэтому мы их выпускали на Бэкьярд, там, прибирали за ними, все как обычно, у меня Коля очень любит собак, но он терпеть не может с ними, именно вот на поводке гулять, вот, то есть, если их можно свободно выпустить, как у нас там в Турции, например, было, да, то это вообще без проблем, там, все прибрать, это все без проблем, но вот не любит он на поводках гулять, поэтому это не то, чтобы там какая-то проблема, да, ну, просто вот у нас такая договоренность, что я нахожу гулять с собаками я, если не могу, то мы как-то по-другому решаем этот вопрос, и мы пошли в парк с Нордом, и, ну, я, у меня, мне кажется, я просто немножко схожу с ума со всем вот этим вот, мы гуляли, гуляли, я собак никогда не отпускаю там, где открытая территория, ну, как, я никогда их не отпускаю на дорожке, где есть другие люди или собаки, я вот здесь в парке отпускала два раза всего собак, один раз просто одного Норда, и вот когда вдвоем, и это днем, в такое время, знаете, часов в 11 утра, когда уже никто из собачников не гуляет, и потому что обычно все раньше гуляют, у меня собаки приучены, что я встаю, позавтракаю, чуть-чуть там что-то поделать, я встаю сейчас в 8.30 в 9 постоянно, вот, пока позавтракаем, пока там что-то еще, одуплимся, и где-то вот часов там в 10.30, в 11 мы выходим погулять, как раз уже никого нету в этом парке, вот, и там есть основная дорога, а есть вот такая вот тропинка, которая как бы его огибает, он такой подвыдянутый парк, и я его отпустила, и буквально, ну, как будто он там, не знаю, 20 метров от меня отбежал, я его обратно подозвала, вот, ну, и Норд, как бы у него не было стремления убегать, один раз, когда мы с двумя еще собаками ходили туда гулять, вот, и, короче, мы выходим с этой прогулки, Норд до этого, ну, раньше вообще не хотел как-то общаться с собаками, с другими, тут у него тоже что-то это, нам надо, хочу найти какого-нибудь хорошего взаопсихолога, с ним тоже как-то говорить, как и с собакой проработать, и прожить правильно этот момент, пока мы проживаем, ну, то, что мы уделяем ему огромное количество времени, постоянно он с нами, мы с ним, единственное, мы спим на втором этаже, и, ну, Нордик толстенький, и у него ноги всегда не очень хорошо работали, в том плане, что они у него слабенькие, поэтому мы сейчас вес активно сгоняем с него, и поэтому он, ну, по лестницам не особо любит ходить на второй этаж, он к нам не приходит спать, то есть спит он внизу, так все время, ну, один он не остается, моему максимум-максимум любви, и все такое, вкусняшка, потому что он супер мотивирован на еду, и, короче, мы выходим по тропинке, мы когда шли в одну сторону парка, мы встретили мужика, у него была собака типа выжилый, и типа какая-то охотничья собака, вот, ну, такая маленькая, типа ляспаниэля, но они чуть понюхались, и мы дальше пошли, и тут мы идем обратно, вот он, это не относится к тому, что он там без поводка, какое-то время был, я взяла на поводок, мы вышли на основную тропинку, и я смотрю, опять этот мужик идет, у него, причем первый раз были собаки без поводка, я так, ну, реально никогда не делаю, вот, когда это основная тропинка, когда там есть люди, еще там кто-то, вот, и он идет мне навстречу, и у него черная овчарка без поводка, и вот эта маленькая типа ля охотничья, и они к нам подходят, и я такая, я, знаете, мои отношения к собакам, когда я со своей собакой, или я отдельно как человек, это разное немного, потому что я в собаках, особенно в кобелях, могу увидеть сразу угрозу, и я такая, ну, то есть черная овчарка, она без поводка, она бежит на нас, понюхаться, и я думала, что все нормально, и она, короче, нюхает норды, это был день на утро, после того, как, ну, не стало найса, следующее утро, когда я, ну, я вообще ничего, до сих пор мало чего понимаю, но тогда я просто вообще в какой-то прострации у меня, ну, то есть вообще, и представляете, эта собака подбегает, мужик далеко достаточно, и она вот так вот его нюхает, кладет ему голову на шею, и вцепляется ему в шею, и вот так вот его поваливает на землю, у меня это, знаете, как просто молния из глаз, я сразу же начала бить этой собаке в нос, вот, ну, она меня тоже укусила, но не до крови, потому что у меня перчатка была теплая на руке, но у меня вот здесь кровоизлияние, вот здесь это у меня, господи, вот тут вот у меня тоже что-то подвоспалилось, у меня здесь вообще рано было, я ампулу, когда Найсу вскрывала, срезала себе здесь кожей, что-то у меня подвоспалилось, надеюсь, что, ну, все нормально будет, и, ну, 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 короче, это трэш просто, ну, потому что у меня до крови никто не укусил, у меня не было контакта со слюной, потому что у меня было то ли рука был натянутый, я уж не помню, для перчатков, потому что это, знаете, вот все, и я просто раза четыре очень сильно ударила этой собаке в нос, но в итоге только к этому моменту хозяин успел подбежать, а собаку еще когда они дерутся, это был первый в моей жизни раз, когда с моей собакой кто-то решил подраться, вот, и, ну, вот из самоедов, потому что у нас был добермар, когда я была ребенком тинейджера, ну, там бывало что-то, но такого не было, вот, и, это, ну, это настолько было просто страшно, я думала, что я сейчас, я не знаю, я перегрызу горло этому мужику, вот, слава богу, не до крови, ничего, ну, то есть у Норда там лажировая складка вообще нормальная, но это вообще ненормально, отпускает собак без поводка, не кастрированных кобелей, которых, у которых не, которые не служебные, потому что если собака служебная, она, во-первых, так не сделает, во-вторых, у тех, у которых не стоят, не стоят четкие команды, когда собака в любом состоянии выполняет команду, вот, ну, это просто какой-то, вообще, ужас, и Норт, ну, он сразу вскочил, он побежал, мы с ним побежали в сторону домой, я сразу осмотрела, что у него нету крови, ничего, но, вот, тоже ситуация, просто на ровном месте, вообще, ну, у него нет никаких последствий, он единственное, когда бежал, ну, видимо, у него ноги, повторюсь, слабоватые, сами по себе с рождением, подозревали там дисплазию, что-то еще, что-то еще, он у каких ортопедов вообще за свою жизнь только не был, вот, и у него просто, вот, ну, какие-то ноги такие немножко, как шалтай-болтай, ну, вот, 10 с половиной лет, носится пока, тиху-тиху, поэтому дома он сейчас, например, в прорезеренных носках ходит, потому что он, видимо, где-то подвернул лапу, он вот ему в Москве, когда жили два года назад, тоже подвернул ногу, из-за того, что там вообще ламинат был, очень скользко, а здесь паркет, ему тоже скользковато, в носках оставляем, потому что он тут ходит, вот, сегодня он весь день без носков, потому что большую часть времени на улице он провел, вот, но, конечно, тоже сейчас, надо его все по здоровью проверить, мне очень страшно вообще все это делать, все это проверять, ну, то есть, представляете, у меня какое паническое вообще состояние, то, что, ну, до этого у Найса ничего не могли диагностировать, ну, то есть, УЗИ, кровь, вот это все, ну, просто КТ, МРТ делается все под наркозом, взрослых собак под наркоз, это, конечно, ну, супер, там, крайний какой-то случай, да, потому что это тоже большая нагрузка на организм, вот с нормами я хочу его на МРТ отвезти, представляете, насколько мне страшно видеть результаты, но, конечно, мы это сделаем в ближайшее самое время для того, чтобы, ну, понимать, да, что и как. Можно сказать, что когда я пишу о там произошедшем, или даже вот, ну, что-то говорю вслух, при том, что концентрируясь, знаете, на ситуациях, которые в настоящем, как будто бы чуть легче становятся, но все-таки не хочется мне углублять, в какие-то там собственные психо-психодебри, вот, и просто хочется, ну, просто хочется сосредоточиться на том, что происходит сейчас, на настоящем, на ближайшем каком-то будущем, вот, и, ну, чтобы было просто все хорошо, поэтому я продолжаю снимать видосики, и как-то я, знаете, это, ну, не то, что на 360 градусов, 360 градусов, это круг, то есть, когда человек говорит, что я вообще изменила жизнь на 360 градусов, значит, она там же, где она была. Не знаю, на сколько градусов моя жизнь сместилась, изменилась, изменится еще в будущем, но я как-то, не знаю, себя вообще другим немного человеком ощущаю именно в ментальном плане каким-то более приземленным, пригвожденным к земле с, не просто с идеей, что вот жизнь не безлимитна, да, что там типа живи в моменте, потому что я на самом деле так и старалась жить в моменте, когда я там, не знаю, последний там, особенно с, там, моей персональной жизнью, которая, как правило, за кадром остается, и я наслаждалась многими моментами и там, ну и собаками тоже, потому что я их не прям там постоянно снимала, не все рассказывала, то есть у нас миллионы, миллионы класснющих, супер классных, интересных моментов, которые в моей памяти остаются, и вот это тотальное такое осознание небезлимитности, оно мои какие-то многие взгляды на что-то еще, как-то оно прям встряхнуло, изменило, и не знаю, что из этого выйдет, вот, хочу еще раз в конце этого видосика сказать спасибо огромное тем, кто меня очень сильно, действительно поддержал, за ваши добрые слова, за истории какие-то, потому что с кем-то мы там в чате, в телеграме переписывали, с кем-то просто лично, да, потому что о таких вещах, когда говоришь, то часто тебя может понять человек, который пережил то же самое. Спасибо огромное, потому что все те истории, которые вы мне писали, рассказали о ваших питомцах, любимцах, они теперь тоже и в моей памяти, и не знаю, слова здесь, наверное, излишние, просто, просто большое спасибо. Да, буду продолжать снимать, потому что это как-то, ну, позволяет, знаете, отбросить себя к каким-то настройкам базовым, что вот ты делаешь какие-то, такие-то базовые вещи, такие-то, такие-то базовые вещи, потому что, конечно, в своей жизни я сейчас сталкиваюсь, когда ты к чему-то привык, то есть то, что вот я встала, там, две собачки, две рулеточки, две, там, колбаски положить, разморозиться, и я вот об эти ритуалы постоянно, каждый день, много раз в день спотыкаюсь, и ну, просто пытаюсь от вот этих вот спотыканий спрятаться в тех ритуалах, которые для меня такие, более базовые, что-то я села, поснимала, помонтировала, та-та-та-та-та-та, завтрак, приготовила, обед, приготовила, та-та-та-та, то есть вот в базе в какой-то спрятаться и постепенно менять и принимать другие ритуалы. Повторюсь, спасибо огромное всем за все, и да, мы с вами увидимся в следующем видео, до встречи, и всем пока! Муа!